привет как справляться с самыми крепкими морозами и делать это красиво для этого у нас есть шикарное решение печь камин сибирь 10 и сегодня fornax покажет суровый сибирский монтаж печи камина сибирь в суровых сибирских условиях здравствуйте дорогие друзья сегодня мы находимся на предусадебном участке ясные поляны на объекте где будем монтировать сибирь 10 печь камин сибирь 10 средняя по мощности в линейке каминов от нмк но даже 10 киловатт достаточно чтобы прогреть дом объемом от 150 до 250 кубов за большой каминной дверцы спрятана вместительная стальная топка футерованная плитами из шамота управление камином простое две ручки нижняя регулирует подачу воздуха на горение верхняя на обдув стекла для его очистки подключение камина верхняя диаметр патрубка 115 миллиметров на данном этапе мы подготовили разметку где в дальнейшем будем убирать балку и усиливать ее металлическим швелером который сейчас красится и подготавливается будем делать проход перекрытия и смотреть по поводу стропилы меж чердачном пространстве впереди нас ждут неизвестности так как в чердачное пространство доступа на данном этапе нету но мы готовы ко всему мы подготавливаем каркас под натяжной потолок постольку поскольку данном здании будет опущен потолок вот заклады каркас сделали в размер заготовки для фланца проходного узла на ней размечаем отверстие для прохода дымохода и вырезаем его пусть вас не смущают слегка неровные края вручную проделанного отверстия после установки дымохода она закроется конусным фланцем швелером разгружаем часть конструкции потолка ведь мы будем убирать балку покрасим фланец проходного узла термостойкой краской в цвет дымохода жень расскажи о своих бедах ну смысле что ты сейчас делаешь я обрезаю длину для того чтобы не было препятствия на выходе после отбойника печи и убрать вот этот борт для того чтобы этот переходник нормально сел его можно было нормально прогерметизировать пока евгений готовит элементы дымохода снимем пароизоляцию удалим утеплитель и подготовим все к выводу дымохода через потолочное перекрытие вам это надо будет увидеть до порой без сюрпризов не обходится напишите в комментариях своей версии почему верхний слой утеплителя оказался в инии пройдя проход перекрытия мы столкнулись с тем что стропила расположена практически соосно с балкой соответственно здесь есть усиление что позволяет нам не делать никаких дополнительных усилений для стропины с этой стороны а просто и обрезать а в дальней части мы будем ее отрезать и делать усиливающую балку в носочках жека не замерзнешь следуя ранее нанесенной разметки намечаем ось дымохода ориентиром для монтажника который будет проделать отверстие в кровле послужит кровельный саморез вкрученный изнутри подготавливаем он там усилительную балку того чтобы здесь поставить усиление вертикально потому что вот эта стропила будет срезаться произвели фиксацию чтобы в процессе эксплуатации движение дома так как он деревянный она не потеряла свое статистическое место место для работы очень мало но необходимо удалить часть обрешетки которая находится в непосредственной близости от дымохода на высоту оговоренную с заказчиком устанавливаем каркас для крепления фланца проходного узла все делаем по уровню но при желании и необходимости у монтажников натяжных потолков останется возможность немного изменить высоту подвеса набивку проходного узла подробно рассматривать не будем все по классике сначала в распор заготовки из минеральных матов рокового firebats а затем короб из супер изола который наполним минеральной ватой вновь возвращаем камин на место подрезанный и окрашенный в цвет дымохода переходник помещаем на выход дымохода и устанавливаем стартовую трубу и шибер куплено подразделиваете амбарка бассейна на баррель фитшиз this gives you a такая шибер обижаешь таких случаях надо супругу спрашивать потому что ну да главный дизайнер это такое дело вообще обычно спрашивают как печка так вот так вот она лучше все точно печку смотри вот она как и все косяки прячет а здесь как раз шел просто так ты прижимаешь картонка дорежешь но так-то это и крови видимо не жалко вообще не жалко временно монтируем каркасу фланец чтобы установить дымоход а дальше начинается то без чего не обходится практически ни один монтаж примерка и подрезка трубы если что за дерево цепляйся да погода ухудшается нужно успеть проделать отверстие в кровле и загерметизировать место прохода как обычно работая на высоте все тяжелые работы лучше сделать на земле стыкуем два сэндвича фиксируем их хомутом и уже с крыши стыкуем эту конструкцию с нижними элементами для того чтобы мастер флэш легко надеялся на трубу прогреем его строительным феном также придется прогреть и металлическую кровлю выгнав всю влагу из-под мастер-флэша для того чтобы загерметизировать место примыкания вот так продвигая сантиметр за сантиметром все закончили наденем оголовок зонтиком и дополнительно защитим место примыкания мастер-флэша к трубе фланцем и пройдемся герметиком по месту стыка закрепим дымоход кровли ну и последние штрихи внутри дома мы остановились на том что сделали тройной роквул в проходе перекрытия плотно прилегая его к минеральной вате и мембране чтобы туда не просачивалась влага и не было воздушного пространства после этого был сделан короб из изола от нижней части как первый слой роквула до верхней части выше стропильного пространства вышибалки чтобы можно было быть уверенным в том что изоляция от служит свое в полной мере после этого во внутрь как во всех предыдущих монтажах мы заложили вату тип для того чтобы теплый воздух из помещения не уходил в чердак подогреть в такую погоду не стали устраивать каминную первую протопку на улице но дом еще не обжит и отделка не завершена поэтому ничего страшного в том что это будет сделано дома нет и и и и и и и Согласитесь, что с установленным камином в доме сразу стало теплее и уютнее Это видно даже по картинке Большой выбор каминов и каминных топок на сайте fornax.ru и в магазинах сети Fornax в городе Новосибирске Еще больше монтажей вы можете найти на нашем канале Fornax Film Так что подписывайтесь Ну а мы с вами скоро увидимся Пока